Вот он уже подогнал к гаражу грузовик. И, как я могу видеть, некоторые бревна нормальные, идеальные. Они такой толщины нормальные, некоторые очень толстые, очень. В общем, не знаю. Ой, как много. Мне аж страшно смотреть на это количество. Слава Богу, наша была только вот эта меньшая часть грузовика, а большую часть он повез куда-то дальше. Вот так все свалено здесь внизу. Пойду я помакать Рикардо. Вот он, труженик, носит дрова. Вау! Сейнс Гарри, это только половина этой трек. Нет, 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 это 2 кубик метра. 2 кубик метра, да. Да, вот он. Некоторые из них хорошие, а некоторые из них очень большие. Да. Мы должны рассчитывать, чтобы 1 кубик, 1 кубик, 1 кубик, 1 кубик, 1 кубик. Нет, я не могу дать их отсюда. Окей. Уже полчаса мы таскаем эти несчастные дрова. Я умаялась, как не знаю кто. Вот осталось совсем чуть-чуть. И сейчас я вам покажу, что получается это очень много. Даже Рикардо признался, что он не ожидал, что будет так много. Если бы я знала, конечно, сколько это, я бы никогда не позволила столько заказать. Во-первых, где хранить. Во-вторых, вот это вот таскать. Все про все он заплатил 175. И вот туда уже у нас не вмечается. Сейчас таскаем вот сюда в кладовочку. Вот. Ну, остаток, конечно, сюда войдет в кладовочку. Потом Рикардо, это его работа, будет перетаскивать все на балкон. Я там уже нашла пакеты, постелю. А вот эти ящики, которые стояли в кладовочке, это у нас на Гудвилл, на благотворительность я собрала два ящика. С посудой, с одеждой. Вот сюда еще, может быть, что-нибудь доложим и отвезем. Вот этот пылесос мы отдаем. И все это надо отвезти, чтобы здесь не стояло. Вот такая я уставшая, грязная, как не знаю кто. Вот от этих дров. Вау. Вот так вот. Ну, окей. Вот так вот остался небольшой кусочек сзади меня. Если Рикардо кто-то таскает, я уже не могу. Вот так вот. Субтитры подогнал «Симон» 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 Вот такой вот костелище Субтитры подогнал «Симон» 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 Как я люблю вот такой треск, это как музыка, этот чурик. Мне кажется, что даже надо вот так закрыть. Любимое вязание, камин, любимый фильм, как я встретила вашу маму. Вот она моя красавишна Сквика, Нурмя, чего, ну, ну ладно. Ну что, мяу-то, Сквик, чего тебе надо? Ну? Чего ты? Нурмя? Ну, нурмя? А я закончила шарфик и шапочку. Вот такой у меня получился комплектик. Сейчас я все это постираю и завтра уже отнесу его М. Сейчас я одену и шапочку еще покажу, как все это вместе смотрится. В общем, вот такой получился комплектик. Самый обыкновенный, как я уже вязала, таким простым рисунком. Вот такой шапочка и шарфик. Вот так вот здесь получаются бубенчики. Вот так вот оно все вместе смотрится. Я думаю, что получилось неплохо. И сейчас я еще повернусь, покажу, как выглядит шапочка сзади. Надеюсь, что было видно. А если нет, то я вот сейчас еще покажу вот так. Здесь вот такие бубенчики. Сейчас оно все постирается и еще расправится. В общем, вот так вот. Вот такая вот получилась бубенчика. Вот здесь. Можно ее не обязательно никак укладывать. Она уже как попала, как угодно будет колтаться. Вот. Рикардо ушел к зубному на прием. Вот я топлю камин. Продолжаю топить камин. Стирается у меня белье. Горит елочка. Все хорошо. Сейчас, Сквика. Ну ладно, Сквик. Ну посмотри, какая ты красивая. Ну вот. Ну вот и все на сегодня. На этом мы со Сквикой с вами прощаемся. Всех целуем, всех любим, всем желаем счастья, удачи и хорошего настроения. Да, Сквика? Сквика, ты желаешь всем счастья? Сквика желает. Все, все, мои хорошие. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok